Надежда Варламова со своей дочерью Кирой уже пять лет посещают детскую городскую поликлинику. По рассказам мамы девочки, ходить туда приходится от прививки до прививки. Но всякий раз пребывание в больнице доставляет им определенные неудобства. Это и входная дверь, которая открывается с трудом, да и выглядит неприглядно. Также в детской поликлинике элементарно нет детского уголка, которым можно было бы на какое-то время увлечь ребенка. Полезной информации для детей и их родителей в больнице не совсем достаточно. Считает Надежда Варламова. Неудобств очень много и, конечно, хотелось, чтобы администрация почаще обращалась с родителями. Подходили и сидели в этих кабинетах, потому что многие родители, они не знают, кто там заведующий. Предложений по благоустройству детской поликлиники у Надежды Варламовой очень много. В их числе компьютерная обработка данных в регистратуре для быстрого обслуживания населения. Это и создание удобных мест для ожидания. Приобретение нового медицинского оборудования, по мнению Надежды Викторовны, также является важной основой для успешного лечения многих заболеваний. Очень хорошо, что все находятся в одном месте. Не надо бегать по узким специалистам куда-то. Надо приобретать медицинские препараты, УЗИ, КГ, которые необходимы именно детям. Это надо, чтобы не ездить по другим городам, не сдавать там какие-то анализы в Уфе. Допустим, в Кумертау не могут сделать, в Уфу надо сдать там этот анализ. Это надо. По рассказам врачей, все это, конечно, нужно для перехода детской поликлиники на новый уровень. Но для этого необходимы немалые финансовые вложения, которых у больницы просто нет. Просьбы и обращения жителей города к главе администрации дают положительные результаты в этом деле. На сегодняшний день делаются шаги в сфере благоустройства поликлиники. Вот положили на первом этаже нашей поликлиники линолеум. Вот до конца этой недели этот линолеум будет лежать. В конце недели полностью уже плотники забьют этот линолеум. Пока линолеум лежит, выпрямляется. И перед детской поликлиникой, нашей площадкой перед входной дверью, сделался там ремонт, забетонировали и ждем замены входных дверей. Также в скором будущем поликлинику украсят информационные стенды. И у посетителей больницы появится возможность больше узнавать о своем здоровье и о здоровье своих детей. Сделали мы заявку на информационные стенды еще в октябре месяце. Но ожидаем в начале 2012 года, что они у нас будут. Там мы будем отражать бесплатное обеспечение лекарственных средствами детей, бесплатное питание, какие приказы, на основании каких приказов они у нас обеспечиваются, про здоровый образ жизни. Остальные проблемы будут решаться по мере возможности. Главное, по мнению Надежды Варламовой, не бояться о них говорить, и тогда любое, даже самое безнадежное дело, точно сдвинется с мертвой точки. Анжелика Ларькина, Денис Тихонов, Новости.